Ну что ж, дурочки-пирожочки, всем привет и добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends, добро пожаловать на гайд на Джулиана и на итоговый видос, разбор таблиц способностей, эмблем предметов и наверное давайте сразу переходить к таблице, потому что тут наверное самое интересное, Эймон занимает почетнейшее, я могу так сказать, второе место в нашей таблице, 67 каток, немного не хватило, выскочило пару поражений, вообще не нужных было, которые не нужны были никому, мне уж точно они были не нужны, и в общем каждое поражение по сути прибавляет тебе там 2 катки, да, особенно все моменты, когда звезда уже отнимается, такие моменты были, да, проиграл я 7 каток, винрейт может отличаться от того, что у меня есть на аккаунте, потому что 5 каток пришлось сыграть на других героях для того, чтобы добраться до мастера, но я их все перенес, как я там сыграл, по сути, там у меня были везде легендарные MVP, я пересмотрел как раз таки, я добавил все это именно сюда, я на Эймоне думаю это делал бы тоже прям вообще даже с первых каток, плюс у меня везде там была победа, да, то есть 5 каток, 5 побед, винрейт тоже немножко изменен на процентов 0.8, по-моему он изменился у меня, 89.5 получился винрейт, по многим очень критериям герои достаточно высоко поднялся, ну вот 6200 по урону, хотя, ну это все большого значения не имеет, тут Эймон, да, на первом месте, но тогда в этом случае тут еще влезло несколько героев, на шестом только Джулиан, если хотите более подробную таблицу изучить, конечно же ссылочка есть в описании. Это еще что, а вот я недавно заметил, как некоторые мои друзья делятся акцией, и решил рассказать о ней немного подробнее. Акция по игре Mobile Legends уже началась 7 числа и продлится до 31 марта, вы можете собирать звезды, крутить колесо на странице акции и получать призы. Акция доступна для всех пользователей андроида, но обладатели iOS могут воспользоваться эмулятором, вся подробная информация есть в инструкции. Совершай первую покупку, выигрывая купон или код на 250 алмазов, а совершив покупку на сумму от 379 рублей, получай купон или код на 500 алмазов, срок действия купонов 7 дней после получения. Необходимо установить AppGallery, HMS Core и создать аккаунт. Ссылка на акцию есть в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем. И кстати да, этот аккаунт с Джулианом будет разыгран, то есть я его разыграю, условия будут в конце, так же как и два аккаунта я разыграю уже именно в этом видео на два предыдущих челленджа, которые были, потому что я там забыл в предыдущем видосе разыграть по-моему милицию или что-то такое. В общем как-то так, так что вы можете принять участие в розыгрыше, но вот этот вот шикарнейший, скажем так, скинец, да, на Джулиана, если вы хотите поиграть на Джулиане, то можете получить скинец, по сути я еще один скин разыгрываю, но тут без выбора, да, я разыграл и так 4 получается, плюс вот этот вот аккаунт кому-то подарю. Сразу переходим к способностям, решил не задерживаться я как раз таки в меню. Смотрите, вы сразу можете прокачать третью способность, поэтому я ее возможно где-то и назову нечаянно ультимейтом, но это не ультимейт. То есть это просто третья способность, вы ее можете прокачивать на первом левеле. То есть три способности у героя есть и пик силы героя это как раз таки первый пик силы, это третий левел. Почему? Сейчас объясняю, сразу мы начнем с пассивной его способности и я ее объясню как я ее понимаю. Вы используете две способности, третья способность усилена с новыми некоторыми эффектами. У каждой способности это свой эффект. То есть первая, вторая, третья, каждая способность меняется. То есть вы используете, например, первую, вторую, третья, другая. Вы используете не такая как обычно, вы используете третью и вторую, первая будет немного другая, не такая как обычно. В общем как-то так и после того как вы сможете использовать, используйте все три способности, то вы улучшите ваши базовые атаки. Смотрите, если мы добавим сюда обычного боевого бота, да, мы видим, что наши атаки наносят по 128 урона, да, если мы добавим нам максимальный, я противнику добавил, максимальный левел, прокачаем наши способности и быстренько их как раз-таки откастуем все, да, то у нас будет уже магический урон с наших автоатак и вот на протяжении там нескольких секунд, 5, наверное, секунд магический урон, также это работает по вышкам, плюс вы могли заметить, что мы немножко подтягиваем противника к себе, вот эта вот притяжка даже не сбивает там ультимейты как бы, да, но не дает противнику уйти от нас, то есть мы его немного к себе подтягиваем, можем его так под фонтан этого, кстати, крипа, наверное, затолкать легко, но мы, зачем нам это делать, если мы и так можем сделать так, чтобы крип там появился под фонтаном. Первая способность, это у нас мы бросаем, ну, у меня это волк, вообще мы просто бросаем какую-то энергию, да, и как раз-таки вот волк там делает этот удар небольшой. Вот смотрите, калдаун у способности идет, интересно, мы к ним еще вернемся немного, то есть вот первая, он долетел, нанес урон, замедлил, замедлил. Вторая способность, это блинк, вот такой вот блинк, просто мы блинкуемся, да, обычный блинк, но вот пока вот как раз-таки вот идет вот этот вот голубенький калдаун, мы должны успеть кастануть еще способность, для того, чтобы как раз-таки вот активировать этот эффект, две способности, а третья усилена. Ну и третья способность, мы кидаем некую такую вот лужу, и она останавливает противника, это не стан, она просто его останавливает, то есть, правильнее будет сказать, просто обездвиживает, да, вот я прочитал эту способность. Теперь к усиленным способностям. Например, первая. То есть мы кастуем вторую. Вот мы должны успеть кинуть куда-то эту способность. И вот теперь у нас усиленная первая. Смотрите, как она работает. Теперь волк появляется и начинает там просто грызть. Видите, без шмоток он нагрыз на 1870 урона. Без предметов. Просто по 15 левелу. То есть как-то так, да? И через обычных крипов на лайне эта способность просто пролетит. Она не очень помогает для атаки крипов на лайне. Но при этом, например, для атаки лесного крипа это очень даже неплохо подходит. Видите, как это работает? В него врезается. И она как раз-таки именно в него врезается. То есть оп-оп. И она как раз-таки в него врезается. Перейдем ко второй усиленной. Она даже немного поинтереснее, возможно. Мы, в общем, делаем прыжок. Но мы в этот момент просто исчезаем. То есть даже если мы прыгиваем под вышку, вышка на нас может... По герою атакуем. Если там стоят крипы, вышка на нас не сагрится. То есть, понятное дело, мы все можем пролететь. То есть мы просто исчезаем. И мы можем... Если по нам кто-то кастует способность, если мы успели кастануть первый ультимейт, то вот эту способность как раз-таки можно отойти. От ультимейта Эймона, от ультимейта Сабера. Да, это как работает, как пропадают... У нас кто пропадает? Ланселот на второй способности, когда делают треугольник. Да, он просто исчезает. То есть те касты, которые по нему были выполнены, и, например, герой летит, чтобы сделать этот как раз-таки каст по нему, он просто растворяется, и он делает его в пустоту. То есть вот такая вот прикольная, чудесная способность. И, кстати, в лейте лучше использовать именно эту во многих моментах способность, потому что вы просто снижаете угрозу нанести по вам урон. Также забрать крипов на лайне удобнее именно этой способности, потому что первый сложно попасть, чтобы он нанес как раз-таки урон, нанес этот волк, который в моем скине как раз-таки есть. Ну и ультимейт, да, первая, вторая. И ультимейт наш теперь выполняет подброс. Что-то мне предлагают выйти, не хочу выходить. То есть она теперь подкидывает противника, плюс зона вот такая вот, да, у способности. Если мы раскастовываемся, зона увеличивается и подбрасывает противника в воздух. Очень иногда классно, но этот усиленный эффект, я его знаю, меньше всего. Для старта шикарно подходит как раз-таки усиленный первый. То есть он прям очень затравливает наши усиленные потом атаки. Да, все круто. Для лейта и для атаки там на лайне, крипов, очень хорошо подходит вторая способность. Ну и вообще, да, чтобы по вам урон не проходил в некоторых моментах. По способностям все. Единственное, если вы перемещаете, просто побыстрее хотите подойти, вы кастуете вторую способность, то лучше дожидаться вот этой вот голубенького, как раз-таки, калдауна и кастовать ее еще раз, если вы хотите быстрее добраться. Потому что если вы кастанете еще какую-то способность, то калдауны все сбрасываются. И при этом теперь у них общий калдаун получается у этих двух способностей. Как-то так, поэтому если куда-то нам быстрее добраться, мы просто используем вторую способность на этом персонаже. В общем, со способностями теперь точно все. Эмблемы. Здесь две способности классные на выбор. Это либо первое, удешевление лавки. Но как только у меня открылся поджог, я играл поджогом, потому что своими автоатаками я поджигаю врагов с самого старта. То есть вы видели, этот магический урон появляется. Он достаточно мощный, и мы поджигаем автоатаками противника. Работает классно. Плюс здесь, конечно, скорость передвижения и магическое проникновение. Ну, тут вот обилку как сами решите, потому что удешевление тоже круто работает для старта. Тем более, что герой как раз-таки на старте очень сильный. И когда он играет в лес, он очень быстро набирает свои обороты и просто начинает всех выносить. Боевое заклинание. Я использовал возмездие. Использовал синее возмездие, которое замедляет и ускоряет себя. Но мне больше всего вообще в игре нравится. Так вообще советуют брать отомщение. Также неплохо и вдохновение работает, потому что вы успеете больше этих усиленных атак сделать. Потому что это вот 5 секунд у нас мощные атаки. Поэтому многие даже предлагали мне поиграть в скорость атаки. Но герой и так себя круто показывал. Не хотел ничего портить. А вот, в принципе, вверху билд, которым я отыгрывал последние 2 дня. Ничего фактически не менял. Да, только если там защитные какие-то слоты я мог больше взять в каких-то катках. В принципе, все. Ну, конечно, я могу взять там где-то пылающий жезл. В лейте я сегодня брал. Лорд двигался на базу. Я брал пылающий жезл. У меня было вот столько денег. Потому что пылающий жезл просто позволяет эти вот здоровенные цели быстро убить. Я что-то менял, что-то покупал. Где-то брал бессмертие. Где-то там против и не играете. Можете взять зимний жезл, например, вместо как раз-таки кирасы грубой силы. Ну вот как-то так по билду. Но я могу вам сейчас показать, как это делается. Вы, в принципе, заходите вот сюда. Вот таблицу лидеров. То есть вверху там возле значка почты. Потом такая камера идет. И левее как будто бы статистика. Такая диаграммка. На нее нажимаете. Выбираете герой. Выбираете Джулиан. Здесь лучшие Джулианы мира. Заходите, смотрите. Вот такой вот билд. Да, теневые клинки также классно работают. Как и кристалл. Ну вот я для себя такой вот билд выбрал. И играл с ним. Ну вот зимний жезл, кстати, на очень многих ребятах в топе. Вот они его играют. Да, я так сильно его не юзал. Вот скажу честно. Хотя слот действительно неплохой. Ну вот как раз так и урешевление слотов. И теневые клинки многие берут. И можете действительно любой из этих билдов пробовать. Но у меня вот получилось с этим билдом дойти. Сегодня играл. Вчера играл. Получалось прям супер-супер классно. Ну вот, например, катка была не самая лучшая у меня. Да, но я взял здесь зимний жезл. Как раз таки против Иня, которого играл. При этом я здесь взял еще и антихил против Руби, который играл. Да, но я считал, что это, наверное, ошибка. И у Хиллоса есть господство. Если бы мы где-то сконтактились, то все было бы и так классно. Вот каточка. Я все же собрал теневые клинки. У меня замечательно шло, там катка 11 минут. Я просто так накидал урона. Я решил, что мне нужен проник против этой Флорин, которая очень медленно собирает свои защитные слоты. И чтобы побыстрее победить и при этом добавить еще вампиризма, я взял теневые клинки себе. Здесь вот катка тоже очень быстрая. И тоже там на деф у них была как раз таки ангела. Я не брал проникновение последним слотом. Я опять же взял теневые клинки и взял бессмертие в этой катке. Решил сыграть таким образом. То есть первые два слота, вот они прям очень обязательны. То есть палочка гения и райское пиро. Райское пиро как раз таки, чтобы быстрее нарезать свои атаки, скорости добавить и успеть больше атак выполнить. По герою, по способностям, на самом деле это все. Что я хотел сказать, как-то быстро я с ним справился. Как и челлендж, так и объяснил его легко. Герой шикарнейший. Это точно имбушечка сейчас какая-то для соло Адамифа. Потому что я чувствую разницу с разными персонажами. Я, в общем, кое-как умею в эту игру немножко играть. И ощущаю, когда герой себя действительно четко чувствует сейчас в игре. И может очень многое позволить в соло. И как раз таки этот герой в лес может позволить очень многое. Ну и на лайне он тоже нормально стоит. Но когда вы играете лайн, вы как бы надеетесь на команду. Все равно. Потому что если там вся часть-то проиграла, то что вы сделаете? Вот когда вы стоите в одинаковый фактический фарм со своим противником. Ну да, вы когда-то можете его подзонить. Но все равно у вас будет различие на косарь. Пускай. Когда ты играешь в лес, ты обгоняешь всех на косарь. Если хорошо играешь, и твоя команда за счет этого фармит. Потому что ты приходишь на лайны, помогаешь. Ты забираешь черепаху, ты забираешь лорда. В общем, как так. Давайте, наверное, полетим к аточке. Ну что ж, друзья, добрались мы до ластулечки. Берем сапог, прокачиваем вторую способность. И мигом идем сюда. Если мы, конечно, не идем опыт. Но лес, он стоит куда более эффективно, если ты собираешься катки тащить. Потому что когда ты стоишь соло, ты упываешь по сути на команду, которая должна играть. Здесь ты сам решаешь свою судьбу. Здорово, Чилл. Вот сразу же Беатрис так вот залетает. Здорово, Чилл. Ну полетели, здорово, коль здорово. Второй просто накидываем бесконечно. Сколько можно, используем ее. И пытаемся прокачать первую способность. Вот я думал, 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 что качать вторым левелом. Ну вот первую способность прокачиваем. И вообще стараемся, Макс, вторую способность. Ну вот, флик. Флик спасает товарища. И выходим здесь в монету. Вообще на монете будет сложно посражаться, потому что там есть хиллос. Когда хиллос на монете, все становится не так уж и радужно. Здесь мы немножко просто хп отняли. Все равно это все сейчас откадешится. В принципе. Хотя могли уже начать здесь атаковать. Ну и здесь будет сложненько, да? Засмайтил. Засмайтил. Отдал все способности сразу же. И все же удалось мне это сделать. Быстро тут же забираем этого крипа. Таким же макаром. Вторая, первая, вторая, первая. Фактически. Здесь ничего еще пока что мы не меняем. Просто используем две способности. И здесь, смотрите, момент. Можно не юзать сейчас третью. Немножко побить. Они откадешились. И потом, чтобы уже первую усиленную дать. То есть мы используем вторую ультимейт. Либо... Ну, третья, она не ультимейт. Либо третью, вторую. Для того, чтобы вот третья, вторая. И первая. Чтобы именно третья способность была усиленная у нас как раз таки. Прокачиваем первую. Сразу же по второму левелу мы ее прокачиваем. Качаться в следующий раз она у нас будет, по-моему, на шестом. Потом на девятом. Если не ошибаюсь. Хотя могу и ошибаться. Ну, точно на девятом. Точно на двенадцатом по последнему разу должна прокачаться способность. Смайт отдавать не хочется. Очень скоро черепаха. Ботинок точно надо досыграть. Что-то я тут, конечно, с покупками. Немножко переволновался. Здесь я тут пытаюсь даже немножко подраться. И как бы хп неплохо отнимаю. Но надо смайтовать. Потому что подходит вейл уже. И действительно здесь большая угроза для меня. Потому что я без хп. И к черепахе не подойду. Зря я, наверное, смайт отдал. Пытаемся ворваться. Не попал там одной из способностей своих. Хорошо. Здесь поддержал меня к саву. Можно через тавр пройти. Два варианта. Либо база черепаха. Либо баф. И попытка выйти к черепаху. Здесь же, опять же, атакуем ровно так же. И пытаемся прокачивать способность. Выходим в палочку гения. Пытаемся максить нашу способность. Но вот хп совсем маловато. Смайт отдавать нельзя. Ну вот, дадим способность. Соберем это все. И нам, ребят, нам нужно атаковать черепаху. Вообще с хильдой не справляется там никто. Глянем. Атакуют ее? Атакуют. Да. И мы уже рядом здесь. Бальмонт может просто ультой забрать, да? Будет пытаться явно. Немножко покрутим его. Ну и, видимо, надо смайтовать. Видимо, надо смайтовать и бежать. Здесь уже франка. Ну и здесь мы первый раз южнем вторую способность. Но я ее юзнул в атаку. Но уже все отошли. Как я выживаю просто? Как я выживаю? Да, юзнул вторую. Мы скрываемся просто в поле зрения всех противников. Нас никто не видит, не чувствует. А мы при этом можем наносить урон. Черепаху не забрали. Хильда умерла. Я пока что без киллов. Да, пока что старт не самый важный у меня. Да, Бальмонт здесь совсем рядом. Ну и попытаемся его поднять. Первый как раз таки забрать, который мы стараемся максить. Сделали килл. Чисто по стандартику. Но здесь не хочется уже способность никакую кастовать. Не знаю, зачем Кусака здесь тусуется. Ну и опять же, прокачали первую. И по той же схеме атакуем крипов. Вообще это наша основная просто комбинация. Хотя есть, конечно, в этой катке и другие комбинации. И забрал я Вазон. Забрал зато Черепаху. Усиленные у меня атаки. Может там даже попытаться поджечь. Ну, поджечь не получилось, но килл мы сделали. Ну и тут подброс сделал я двойной. Как раз таки усиленную сделал впервые я. Именно третью способность. Ну так, знаете, как-то серьезно, ребята, играют. Шансов пока что мне не оставляют каких-то сильных на успех. Можно попытаться. Просто попытаться. Потому что у нас очень много урона первой способности. Если удастся это сделать, будет очень хорошо. Заберем чужой мы баф. И забрали. В принципе, забрали. Прокачиваем вторую. Это вторая наша по значимости способность фактически. Получается в этой игре. У нас есть 1973 уже преимущество. И приятный бонус. Вообще, кстати, надо потянуться на топ. Кто там за адыка? Мелисса, да? Очень противный персонаж для Джулиана. Но иногда как раз таки на усиленных атаках мы ее как раз таки через ее ультимейт можем даже достать. Не вижу я ее. Вижу зато Бальмонда. Можно смайтануть, чтобы замедлить. Ну хорошо, у него есть прыжок. А я потратил смайт. Скоро появится красный. И по преимуществу... По преимуществу Хильда очень злится. Вот что могу сказать. Не смог я там, по-моему, Е-чат заблокировать. А очень хотел этого. Заблокировал. Запломбировал. Райское перо. Второй по значимости, в принципе, слот. Хотя многие его могут и первым слотом собирать. Действительно, для того, чтобы делать эти усиленные атаки после трех способностей. Увеличить нашу скорость атаки. Как раз таки. Ну здесь таким вот прыжком. Хотя это не имеет большого смысла. Можно было атаковать и первой. Ну и здесь Кусака. И там два бойца. Это говорит вообще о том, что нам тут очень нужно в этой катке проникновение. Забрали одного. Дали смайт. Очень сложно здесь Хильде будет сейчас выжить. В этой ситуации. Но она попытается сделать все возможное, видать, для этого. А я все возможное, чтобы сдохнуть тоже. Ну да. Разменялись немножко. Для меня это более печально. Потому что предыдущая катка была без смертей. Здесь я умираю. Но очень хорошо фармит Беатристо. В принципе. И сейчас еще и вышку забирает для нас. То есть по золоту. Она, конечно, впереди планеты всей. Что-то у меня идентичный с Кусакой. Кусак тоже хорошо себя проявляет в этой катке. Ну и вообще катка довольно-таки простая. На первый взгляд. Сейчас появится синий. Можно попытаться его быстро забрать. Как раз таки. В таком случае. Мы пытаемся прицелиться нашей способностью как раз-таки. Именно в крипа. Через крипов лесных не пролетает эта способность. Ну вот 9-й левел прокачали еще раз. Мы первую нашу. Нашу любимую. Излюбленную. Забрали еще одного крипа здесь. Быстрый арбалет. В принципе можем понакидывать немножко еще. Ну и готовиться к какому-то большому файту. За черепаху. Еще отпрыгнет. Но мы там первую закинули. Вроде как неплохо закидывал. Но хорош. Попадает. И к Саву попадает. Есть килл. Против Бальмон. У нас есть преимущество в левеле. Я отдам смайт, ребят. Я понимаю, что стоит черепаха. И что лучше так не делать. Но Бальмон пока что не пробивной какой-то. Совсем. Совсем не пробивной. Да. Зря я так делал. Надо было давать первую. Хорошо. Хорошо. Я тут даже без ассиста. Вообще в одном убийстве я только поучаствовал. Но есть шанс забрать вышку в миду. Нет. Есть шанс походу мне отъехать. Ненадолго. Ну и первая. Ну Беатрис прям выфармливает. Прям старается. Она тоже меня узнала. Тоже на ласкатку играет. Как в принципе и я. Сака здесь. Через вспышку зашел. Не вижу количества хп. А. Но я мог, да, оценить по тому урону, который написан здесь возле возмездия. Ой-ой-ой-ой. А я думаю, почему урон не проходит по киллусу? Моя первая способность улетела в кусты. Это была кильда. Ой, мне не нравится катка. Да что ж такое-то. Но хочется брать божественный меч. Потому что очень жирный пик. Может хоть это спровоцирует какие-то киллы. Которые я начну делать. Но не киллах. Не киллыш самое важное. Я думаю, вопрос с победой здесь закрыт просто. Там просто оставили Беатрис. У Беатрис валом золота. Она играет с эмблемами такими. Я не знаю почему. Как. 2 900. Немножко они типа тут отыгрались. Но не убивают не те цели. Забрали крипа. Но пытаемся выйти в слот. Пытаемся. Вейл неплохо справляется с этой каткой. Вообще меня там перефармливают. Да, меня перефармливают там Мелисса. Но и только Мелисса. В принципе-то. Вообще я брал конечно вампиризм здесь всегда. Но у меня прям старт не задался. А там просто такие жирничьи. Вся команда. Противилоса можно и пылающий взять. И еще поменять немножко билд. В этой катке. Но вампиризм-то все равно нужен. Вообще крипов конечно на лайне лучше атаковать второй именно способностью. Ну у нее же быстрее скорость закончится здесь, да? Это жестко. Хотя конечно мне бы хотелось бы с ней пофайтиться. 4, 2, 3. Буквально 4, 2, 3. Да что за скорость у меня передвижение-то такая. Сделала на килл, появился лорд. Появился лорд. Я должен как-то добраться еще до он. Я вообще мог бы попытаться. Но как-то мне немножко стремно. Но это тоже щитафины уже, да? То есть прям вообще деф магический мне. Ой, деф. Пробитие очень нужно. Но это уже убежал просто. Этот на хильде в смысле. Без вампирик как-то и опасно заходить в него. Но они все отошли к базе. Здесь конечно нужно было иначе атаковать. Вампирика у меня нет. Здесь по-любому нужно вторую ультимейт первую. Ну вот там вот файт идет. Беатрис забрали. У меня хп проседает. Сейчас можно просто проиграть катку. Опять же смайтик. Окей, мы взяли проник. Возьму вампиризм. Мне он очень нравится. Ну мы забрали лорда. Рискованно, но забрали. Ксавьер хорошо идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Посыпалась-то тима моя. Посыпалась. Ну вот проника надеюсь очень вовремя я взял. И начнет он мне приносить пользу. Не прокачал этом способность. В одном из моментов. А вот и урон пошел наш. Хорошо. Хорошо. Вот он хилос, который развалился. Достать хотя бы этой и замедлить не получилось. Тут получилось. Отдам смайк, чтобы отступить. Забрали Бальмондо. Окей, немножко подхилимся. Ну что будешь делать с остальными-то? Попытаться врываться. Вторая ульта первая. Ну по одной цели мы попали, но другая меня взорвала, да. И очень удачно совсем на краешке, по-моему, я ультимейта оставался. И умираю. Так, мы там вампиризм пытаемся выйти, да. Потому что вампиризм меня бы тот тоже должен был спасать. В принципе-то. Ну, Беатрис, как минимум, имеет очень много золота. Голду свою надстрел очень хорошо. Ну и Мелисса 8600. У нас преимущество мы потеряли. Я тут думал о том, как мне выиграть с красивым счетом. И в это время мы начали проигрывать с красивым счетом. Счет-то неплохой. Но проигрывать мы начали. Несмотря на то, что у нас преимущество катастрофическое по вышкам. Там плюс три тавера. Я не знаю, насколько это катастрофическое. Бывает и плюс девять. Вот это, наверное, катастрофическое в таком случае. Семьсот голды надо. На топе пачка крипов. Ну здесь мы уже, коль так, кастанули. Вот это по большему количеству крипов попадет. Попадет, но вообще лучше первая, третья, вторая. Если ты на лайне хочешь крипов забрать. Типа того. Вообще здесь опасно, конечно. Стараюсь для стрима. Верю. А кому-то пофиг вообще. Мелиссу, 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 хорошо. Ее преимущество по золоту. Если я правильно кастанул первую, не спасло здесь. Ой, хорошо. Опять же, как летит урон. Как же по нему летит урон. В отомщении нет большого желания атаковать прям. О, хорошо. Ультой не попало. Не попал в смысле. Можно попытаться первой зацепить. И поднять. Хорошо. Это очень часто помогает. Спасибо большое, что поднес меня к этой вышке, да. Я ни разу даже в этой катке по тавру не проатаковался. Первая, третья, вторая. Быстро к тавру и по 700. По 700. По 700. По 700. Но здесь можно пытаться просто ее задеть. Хорошо. А можно не пытаться. Можно не пытаться. Можно не пытаться. Можно не... Хорошо. Жаль, не рекорд. Выскочили какие-то поражения вообще ненужные. Можно было закончить намного-намного лучше. Да, без мвп заканчиваю ласкатку. Без легендарного, без мвп. Вот так вот. Да, в общем, такая ластулька получилась. У меня очень много было мвп в последние игры. Я вообще классно отыгрывал. Много всего вытворял. А вот в последние катки, да, мвп сделать не удалось. Там как-то не все получилось. Но как все равно хорошее. Выиграл и выиграл. Главный челлендж закончил. Следующая, кстати, Ив. А у нас на очереди розыгрыши. Первый розыгрыш у нас на Мелиссу. И здесь условия ровно такие же, как будут и на розыгрыш на этот аккаунт. Все до безумия просто. И потом у нас еще розыгрыш на Джой. Суть в чем? Ты должен оставить комментарий. Особенно сейчас расскажу какой. Поставить лайк и подписаться на канал. Комментарий, который ты должен оставить. Во-первых, в этом комментарии должна быть фраза «Участвуй в розыгрыше». Плюс небольшое мнение о герое. И почему ты хочешь этот скин. Ну или вообще что-то. Мнение о челлендже, который я выполнял. О увиденном видео, да. И о ласкатке. Что-то подобное. То есть какое-то мнение о том, что я делаю. Именно на этом персонаже. Ну и вот Мелисс у нас первая на очереди. Стартуем. Ждем победителя. И ему обязательно мы отпишемся. Откроем комментарий по ссылке. Благо здесь так делать можно. Как раз таки благодаря твоим челленджам научился играть на многих героев. Теперь я, Миф Слава, участвую в розыгрыше. В принципе, да, мнение о моих челленджах неплохое. Все равно Миф Слава. И все равно ему нужен нокаут этот на Мелиссу. В общем, надо ему вот как раз таки вот здесь вот написать. Вот перейти вот сюда. Вот открыл я в другой вкладке. Найти этот комментарий. И обязательно здесь я помечу сразу для себя. Мели. 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 Окей. Ну и второй розыгрыш у нас на Джой. Как раз таки сразу два мы разыграем сейчас скинца. Те же были условия. Я всегда говорю одни и те же условия. Тебе надо тренироваться. Хорошо, челлендж на Джой закончил довольно-таки быстро. Но, конечно, можно играть лучше. Согласен. Мратор. Знаю такого человека, Андрей. Сделал отдельный плейлист с подобными видосами. Ну, понятно. Да и новичкам на канале удобнее будет. Вот так вот говорит. Пока что я этого не сделал. Но не участвует он в розыгрыше. Челленджик топчик на Джой. Играл пару раз. Участвую в челлендже. Ну, в принципе, да. Скрыт список подписок. Но я думаю. Я думаю, подписка там все есть. В общем, также открываем посылки. И здесь напишем как раз таки ему Джой. Джой. Комментарий в самом верху. Потому что открываю его посылки. Все, в общем, очень просто. В общем, ребят, как-то так. Спасибо, что зашли на этот видеоролик. Спасибо, что досмотрели его до конца. Ставьте ваши лайки. Пишите какие-нибудь комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. И до встречи на следующем челлендже на ИФ. Возможно, это будет последний челлендж этого сезона. А дальше, может быть, мы до триумфального мифа пойдем. Но есть люди, которые прям за. Есть люди, которые против. И пишут мне в личку, что не надо этого делать. Не для этого мы тебя смотрим, как бы. Есть те, кто говорят, давай, давай до мифа играться. Но я просто понимаю, что это будет затягиваться на 25 дней вместо 5. И интереса к этому на одном персонаже будет очень мало. Поэтому я посмотрю. Я какой-нибудь челлендж, возможно, оформлю до триумфального. Такая золотая серединка мифа. Если это не сильно долго затянется, то класс. Но если это будет затягиваться, я буду портить людям катки. Из-за того, что я беру героя, которые не очень подходят для катки. Я, наверное, передумаю и делать этого больше не буду. Ну, посмотрим. Посмотрим, как все будет. Спасибо большое. До новых встреч. Классных вам выходных. Возможно, не в выходной день вы это даже смотрите. Классного вам просто дня. И пока.